Эмоциональный интеллект очень важен для всей семьи. И детям, и родителям, и бабушкам, и дедушкам. Очень важно, чтобы ребенок рос в здоровой среде, и там им жестко и тупо не манипулировали. Потому что он привыкнет так. Поешь кашу, иначе тебе нельзя смотреть телевизор. Это уже жесткая манипуляция. Я тебе сказала, ешь. Тебе надо сделать уроки, да? В человеке убиваются с детства его желания и его мнения. И потом, когда человек вырастает, он не может принять собственного решения. Поэтому все работают в найме. Это не из-за того, что там какой-то заговор, еще что-то. Это начинается с родителей. Мы говорим, что делать, и потом он приходит на работу, ему говорят, что делать, и все. Свободных людей мало. Сейчас очень важно вырастить свободного человека. Это возможно только с высоким эмоциональным интеллектом у родителей. Для бизнесмена эмоциональный интеллект полезен тем, что он может быть проявлен адекватно в переговорах. Потому что переговоры — это всегда война. На войне всегда провоцируют. И чтобы не поддаться на провокации, ты должен обладать эмоциональным интеллектом для того, чтобы не ввязаться в спорт, который тебе не нужен. Ты же никогда не знаешь, когда ты с этим партнером столкнешься еще раз. Даже если он тебе не нравится или поступил как-то неадекватно, ты можешь просто с ним хорошо расстаться. И в какой-то момент, возможно, он тебе будет нужен. Очень важно расставаться с людьми приветливо или хотя бы холодно приветливо. И на это очень важен эмоциональный интеллект. Потому что когда ты в реакции, ты не можешь этого удержать. Это проживание эмоций прям в моменте можешь. Или невозникновение эмоций вообще, в принципе. Тебя посылают, а у тебя нет агрессии. Ты пошел нахер, а у тебя ровно, тебе еще никак. Ты говоришь, все, окей, до свидания. Мы все манипулируем друг другом. Такая очень тонкая грань между манипуляцией и вовлечением. Допустим, грубая манипуляция, это когда поешь кашу, потом смотри телевизор. А есть, знаете, мне понравился сетевой маркетинг, Арифлейм. В 90-е давали духи понюхать, там какой-то пробник. И ты так нюхаешь, ты чувствуешь, как тебе понравилось. И ты прям чувствуешь, что тебе нравится. Ты не знаешь, как отвечать на вообще-то на поставленный вопрос. То есть это же тоже манипуляция, но это очень мягкая манипуляция. Есть очень тонкая грань между манипуляцией и вовлечением, потому что я могу вовлечь тебя в свой проект, в свою жизнь, в свое хобби. Но я могу сманипулировать, ты не будешь хотеть и пойдешь вместе со мной. И у тебя будет чувство раздражения на меня, всю нашу поездку или весь, ну, во время процесса. Поэтому манипуляция, она всегда приводит к конфликту рано или поздно. Потому что человек не может терпеть все равно долго насилие над своей психикой. Нельзя надругаться над психикой другого человека, если ты не хочешь, правда, жестко его проманипулировать. Это зависит от уровня эмоционального интеллекта оппонента и от его цели еще. Потому что если я несу цель благородную, я могу тогда тоже честно открыться, да, сказать, давай вот так пойдем. Это будет открыто и честно. И вовлекать его в проект в открытую. Но я могу сманипулировать на его эмоциях, вытащить его в проект. Проект даже будет хороший, но человек будет испытывать чувство раздражения, потому что это его не свобода воли и изъявления. И единственное, что у человека нельзя забирать, это свобода выбора. Это единственное, чем мы отличаемся от животных. Мы можем выбирать. Во всяком случае, нам так кажется. Психики всегда спокойнее, когда я выбрал это сам. Если я выбираю ходить на работу там еще в течение года, тогда психика не сбоит. Но если я каждое утро себя заставляю туда идти, тогда происходит сбой психики. Тогда мне тяжело, не охота и депрессия. Все люди везде одинаковые. В семье, в бизнесе, с друзьями. Нам кажется, что мы играем роли. Ты долго не сможешь играть разные роли в разных. Это мне когда одна девочка сказала, это я на работе, сука, а дома я хорошая. Но она очень врет. Я не знаю сейчас, куда бизнесмены ходят, но в 90-е ходили в бильярд, в казино. И там, если человек хлюздит, то в бизнесе он такой же. Если он в казино, не считая просто, то лучше с ним не связываться, потому что высокий уровень риска. Видно мышление человека, к чему его ведет. Очень полезно с партнерами играть в какие-то игры. Эмоциональный интеллект растет пропорционально уровню осознанности. Чем выше осознанность, тем выше эмоциональный интеллект. Это не осознанные люди, они реактивные. Ты должен четко осознавать, к чему ведет каждая твоя реакция. Если я сейчас ему дам в морду, приедет милиция с собакой, заберут, я две недели потрачу времени, потом у меня еще репутация, на работу письмо придет, оно мне не надо, не надо. Все, вопрос закрыт. Ты прав, иди домой. Так в семье везде. То есть то, что я сейчас наору, на жену, и потом ее надо успокаивать 2-3 дня, еще что-то дарить, оно мне надо, не надо. Все, закрыли тему, все это права. Касаться измен, то мужская измена, она больше, знаете, в 90% случаев мужчина, который изменяет, не думает о разводе. Женщина, которая изменяет, в 90% случаев она хочет развестись уже давно. Субтитры сделал DimaTorzok